МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, ребята! Сегодня на уроке биологии мы будем говорить о центральной нервной системе человека. На уроке вы научитесь определять отделы центральной нервной системы человека, описывать строение головного и спинного мозга и называть функции отделов головного и спинного мозга. Вы уже знаете, что наша нервная система состоит из двух частей – центральная нервная система и периферическая. К центральной нервной системе относятся головной и спиной мозг, а к периферической – нервы и нервные узлы, а также нервные сплетения. Мы сегодня знакомимся с отделами центральной нервной системы. Итак, головной мозг. Он расположен внутри черепной коробки. Вес головного мозга – до 1,4 кг. Это составляет 97% от общего веса нервной системы. Состоит головной мозг из нервной ткани и содержит разветвлённую сеть капилляров. Головной мозг делится на три основные части. Это передний мозг, который включает в себя промежуточный мозг и большие полушария мозга. Средний мозг и задний мозг. Задний мозг включает в себя три отдела – продолговатый мозг, воролиев мост и мозжечок. О каждом из отделов мы с вами поговорим отдельно. Итак, задний мозг. Посмотрим сначала на расположение. Задний мозг – это продолговатый мозг, воролиев мост и мозжечок. Затем средний мозг и передний мозг, к которому относится промежуточный мозг. И большая структура – это большие полушария головного мозга. Образован головной мозг серым и белым веществом. Белое вещество – это отростки нейронов, а именно аксоны. Это основная масса мозга. Серое вещество – это тела нейронов. Это тонкий слой, который покрывает белое вещество. На схеме мы видим расположение серого вещества и белого вещества в головном мозге. Внутри белого вещества также располагаются скопления серого вещества, или ядра их еще называют. Рассмотрим подробнее строение каждого отдела. Начнем с заднего мозга. Продолговатый мозг входит в состав заднего мозга, и на схеме мы видим его расположение. Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга. Здесь расположены центры защитных рефлексов – кашля, чихания, слезоотделения, а также очень важные центры питания и дыхания, глотания, вдоха и выдоха, деятельности сердца и сосудов. Мозжечок расположен рядом с продолговатым мозгом. Вот такая вот структура. Обратите внимание, он похож немножечко на головной мозг, только очень маленьких размеров. Поэтому так и называется мозжечок. Он состоит из двух полушарий. На поверхности мозжечка есть извилины и кора. Участвует мозжечок в координации произвольных движений. Он помогает сохранять положение тела в пространстве, а также участвует в регуляции мышечного тонуса и равновесия. Средний мозг соединяет передний мозг с другими отделами. Он содержит очень важные центры – центры зрения, слуха, двигательные центры. Промежуточный мозг находится под большими полушариями. Состоит из нескольких функциональных зон. Промежуточный мозг регулирует процессы обмена веществ и осуществляет терморегуляцию. Относится он к переднему мозгу. В промежуточном мозге выделяют несколько важных зон. Например, таламус – это центр обработки первичной информации от органов чувств. А гипоталамус – это главный координирующий центр всех функций жизнеобеспечения. Здесь расположены центры регуляции обмена веществ и энергии, жажды и её утоления, голода и насыщения. К переднему мозгу относятся также большие полушария. Они состоят из двух частей. На поверхности больших полушарий есть борозды и извилины. Они увеличивают площадь поверхности коры и её активность. Покрыты большие полушария слоем серого вещества. Это образуется кора больших полушарий таким образом. И выполняют чувствительную, двигательную и психические функции. Следующий отдел центральной нервной системы – это спинной мозг. Он располагается в позвоночном канале. Верхняя часть спинного мозга переходит прямо в продолговатый мозг. Состоит спинной мозг, так же как и головной, из белого и серого вещества. Серое вещество спинного мозга расположено в центре и окружено белым веществом. На схеме мы видим, что серое вещество расположено в центре в форме крыльев бабочки. И вокруг расположено белое вещество. В спинном мозге выделяют участки, которые называют рога. Передние рога выполняют двигательную функцию, а задние рога выполняют чувствительную функцию. Спинной мозг выполняет несколько функций. Из них основные две. Это рефлекторная. В спинном мозге находятся центры безусловных рефлексов. И проводниковая. Белое вещество спинного мозга обеспечивает связь всех отделов центральной нервной системы. Дорогие ребята, наш урок подошел к концу. Я уверена, что в конце урока вы способны определять отделы центральной нервной системы человека. Описывать строение головного и спинного мозга. Называть функции отделов головного и спинного мозга. Пусть изучение биологии будет интересным и полезным. До свидания, ребята.